вот это да надо запрыгнуть черт ладно не получилось всем привет наконец-то наступил практически еще не наступил но уже вот приближается июль и мы решили отправиться в отпуск в путешествие в сторону монтаны в национальный парк глейсер мы сейчас еще находимся в айдахо и боже как же здесь классно мы только что проехали адский каньон это то место где мы как раз в прошлом году в августе поехали кемпить и в этот раз мы тоже едем кемпить вместе с нашими друзьями в национальный парк и мы уже забронировали место где мы остановимся где мы поставим палатки но я посмотрел погоду о она мне дала ежевику ежевика короче я посмотрел погоду и честно вам сказать немножко офигел там передается сейчас вот прям в данный момент пока я с вами говорю уже ежевика тянет пока я с вами общаюсь там идет снег и вроде бы как но но когда мы приедем там немножко распогодится но погода будет холодная просто до ужаса честно опять не знаешь чего ожидать какие приключения нас ждут но все-таки мы решили устроить в честь скажем 4 июля мини отпуск буквально на 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 несколько дней поехать с палатками покемпить посмотреть в общем узнать новые места тем более что я у меня в списке это был после yellow stone а прям номер два сразу же вот этот вот именно национальный парк гвейс поэтому надеюсь я его увижу и смогу свои впечатления передать вам спустя сквозь это видео и сразу предупреждаю не знаю на предупрежу не знаю на сколько частей это видео будет разбито боже ты мой ежевика тянешь как вот но я надеюсь это будет классная мультисерийная поездка так что погнали без сангласса и нынешние фиге а а а а а а и и и и и и Про животных. О, от медведя? От медведя? Нет, для животных есть о машине. Отсажду, для животных машины. Все, раз, два, три, семка началась. Ладно, я даже не знаю, как начать, с чего начать. Мы вроде ехали по дороге, и тут бах, и мы уже в лесу кемпим второй день. Честно, даже не было времени достать камеру и куда-то пойти. Но вкратце расскажу вам, что сейчас происходит. Мы выбрали место на полпути до национального парка Глейсер, потому что сейчас, как вы уже знаете, там идет плохая погода, она как раз заканчивается у нас сегодня. Здесь, на полпути, в густом лесу, в абсолютно густом лесу, небольшая передышка. Мы на два дня здесь встали с палатками. И после этого, завтра утром мы выезжаем и направляемся уже в национальный парк Глейсер. И так как 4 июля возле нас забили все кемпинг-спасы, и живи-ка сюда бегом, она сейчас запутает. Хоп, хоба. Короче, все точки кемпинга будут забиты. Я не знаю, нам найдется ли место куда-то приткнуться. Я искренне надеюсь. Но, кстати, что самое интересное? Мы посмотрели. Здесь есть даже специальные места в лесу, где можно будет на 4 июля запускать фейерверки. Потому что желающих будет много. Вот я бы хотел испытать этот опыт. Мы уже были там и возле дома на 4 июля, и мы выезжали в Лос-Анджелесе. Это просто незабываемое чувство, когда весь город в огне просто. И вот теперь мы посмотрим и получим, скажем, впечатление от того, как запускают салюты прямо внутри леса. Вот. В общем, это краткое содержание того, как мы оказались здесь. Ну а теперь... Ух ты, солнце вышло. Мы идем в сторону водопадов. И это, в общем-то, единственные водопады в севере. Так что погнали. Посмотрим вместе. Мы идем уже... Мы сейчас идем в сторону водопада. Реально настолько классный, холодный, свежий воздух. Слушайте, это как... Для меня это как Карпата, вы знаете, побывал в Карпатах. И я, когда дроном взлетал, я тут обалдевал. Здесь на десятки километров, кроме деревьев, вообще ничего не видно. Вот вообще ничего нет. Тупо деревья, деревья, деревья. Вот. Полная дикая природа. Очень классно. Кстати, из сюрпризов. У нас вчера был дождь, когда мы первый раз ставили палатку. Все дрова сухие, вообще... Ой, мокрые. Все абсолютно. Очень тяжело было развести костер. Но спать, на удивление, было очень хорошо. И я уже год не спал в палатке, поэтому снова приятно вернуться в такой, типа, режим кемпинга. Ладно, пойдем посмотрим на водопад. Обалденно здесь. Возьми водопад. Вообще. Возьми водопад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, только что вернулись Хайка. Блин, короче, Даня упал в воду, ежевика грязная, Луна, это вторая собака, Лабрадор тоже грязная. Слава богу, остальные все живы. Плюс еще детей живность покусала разная, которые сделают такие, в общем, большие укусы, знаете, как следы от укусов. Надеюсь, все будет нормально. У нас сейчас на вечер просто поехать вернуться назад в лагерь, развести здоровенный костер такой, чтобы, знаете, до ночи горел, пожарить мясо. И завтра день у нас, когда мы выдвигаемся в этот национальный парк. В общем, мне здесь очень понравилось. Реально север Айдаха от юга Айдаха, хотя мы прям практически на границе с Монтаной, все равно мы в Айдахо. Отличается кардинально. То есть вот реально абсолютно два разных климата. Если у нас такая смешная пустыня с лесом, и лес такой сухой, как в Калифорнии, то здесь, наоборот, здесь полностью влажный лес, такой, как в Орегоне, в Вашингтоне. Интересная. В общем, хорошая и интересная природа. И Коля, Оля здесь он. Коля может помогать. Привет передать. Ладно, посмотрим, что будет дальше. День третий или четвертый. Я уже запутался, да? В общем, мы сейчас сложили вещи. Вот это вот то место, где мы отдыхали. И скажу так. Очень хочется пожаловаться на тех людей, которые ездят на своих вот этих вот домах на колесах. Возле нас там стоит один из этих домов. Мужик просто включал генератор электричества, который гудел по три по четыре часа. То есть, послушать какие-то звуки вообще природы, леса, птиц невозможно абсолютно, потому что все время работает этот долбанный генератор. В общем, не знаю, можете написать сами в комментариях, типа, ну вот что вы думаете по этому поводу, потому что мне это показалось реально не очень. Ну, типа, едешь на природу, чтобы побыть на природе, вот насладиться вот такой вот тишиной, а не звуком генератора. А так, мы только что уже позавтракали. Вот я иду сейчас с ежевикой на прогулку. Возле нас здесь находится река. И, собственно, все, мы уезжаем. Мы едем в сторону, наконец-то, национального парка Glacier. И там планируем найти, я надеюсь, мы найдем свободный кемпинг, где мы останемся. Это будет, по-моему, очень тяжело, потому что наш кемпинг... Вчера мы, когда поехали смотреть на эти водопады, мы возвращались назад. Там табличка стояла перед поворотом «Кемпинг фулл». То есть, типа, все, все забито. Я надеюсь, что в Glacier такого не будет. Реально надеюсь. Вот, а так, в принципе, ежевикой. Идем, идем. Очень классно. Два дня прям пролетели как один. Никакой сотовой связи. Я телефон в руки вообще не брал. Только фонарики, валялись гамака, гуляли. По-моему, вот таким вот должен быть отпуск. Отдыхать немножко от этих девайсов. Ладно, посмотрим, что нас ждет. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы и в парке. Есть плохая новость. Дорога перекрыта и доступна, в общем, только сама деревня, которая называется Glacier деревня. Куда можно пойти. Мы сейчас идем на разведку. Короче, самые классные виды сегодня закрыты. Сегодня 4 июля, между прочим. Странно, в общем. И вон там впереди очередь. Это люди стоят за падлбордами. Это за такими штуками, которые у нас есть. Так что нам повезло. Полная тишина и красота. Поплывем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...